Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала Новороссия ТВ. В студии для вас работает Анастасия Ковалева. И далее о главных событиях сегодняшнего дня. Жители восстановленной после взрыва газа пятиэтажки в центре Донецка получили ключи от квартир. В Верховной Раде заявили, что украинский вопрос начинает раздражать Европу. 30 человек погибли в результате авиаударов коалиции США в сирийской провинции Дейр-Эззор. Сразу к оперативной информации о ситуации в Донецкой Народной Республике. О событиях, произошедших на линии разграничения за последние сутки, в подробностях рассказал заместитель командующего оперативным командованием Эдуард Басурин. На Мариупольском направлении обстрелом со стороны украинских боевиков подверглись населены Пута, Сосновская и Ленинска. Украинские террористы 36-й отдельной бригады морской пехоты по приказу главаря банды, по-другому их назвать нельзя, Гнатова, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и салкового оружия. По населению Пута Ленинска был открыт огонь из минометов калибром 120 мм, по которым было выпущено три мины. На Донецком направлении боевиками из 56-й и 93-й мотострелковых бригад под предвоенных преступников Иванова и Клочкова обстреляли населенные Пута, Минеральная, Спартак и Кубышевский район, город Донецк. Огонь ввелся из миномета калибром 82 мм, было выпущено 10 мин, также применялось стрелковое оружие. На Горловском направлении украинские оккупанты обстреляли населенные Пута, Доломитная и Васильевка. Боевики из 24-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника Гузя вели огонь пожилым кварталам из вооружения БМП, гранатометов и салкового оружия. По населенному Пута Васильевка был открыт огонь из миномета калибром 82 мм, было выпущено две мины. Всего за сутки зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупационных сил. Осенью 2017 года четвертый подъезд пятиэтажного жилого дома в центре Донецка в результате взрыва бытового газа получил серьезные повреждения. Тогда погиб один человек, а без жилья остались несколько семей. И вот сегодня жителям пострадавшего дома торжественно вручили ключи от их восстановленных квартир. Подробнее далее в сюжете. Приятные новости ожидали 13 июля жители пятиэтажки по улице Красноармейской. В пятницу Министерство строительства ЖКХ ДНР ввело в эксплуатацию их дом. Ключи 13 семьям вручил заместитель председателя Совета Министра Республики Дмитрий Трапезников. Дорогие друзья, мы сегодня собрались по замечательному поводу, потому что сегодня наконец-то получат ключи от восстановленных квартир жители этого дома. Не так давно, казалось бы, совсем недавно случился взрыв бытового газа. И вот сегодня жители получают ключи от восстановленных квартир. В замечательную миссию вручить ключи предоставляем заместители председателя Совета Министров ДНР, начальнику управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР Трапезникову Дмитрию Викторовичу. Итак, ключи от квартиры номер 7 вручаются Терешиной Татьяне Николаевне. На торжественном мероприятии также присутствовали исполняющие обязанности главы администрации города Донецка Алексей Кулемзин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Новомец, который рассказал о том, что было сделано на данном объекте. Здесь были выполнены все строительные работы, необходимые для функционирования данного здания. Были произведены усиления строительных конструкций, поменены все инженерные коммуникации и сделан полностью ремонт внутри квартиры. После вручения ключей представители власти вместе с жителями пострадавшего дома отправились осматривать восстановленные квартиры. То есть жильцы все довольны в документах? Да. Как они что-то проживают за ростом? Разный котел российского производства. Значит, теплая вода здесь в этом доме предусматривается. В доме поставлены металлопластиковые окна, смонтировано централизованное отопление, проведен газ, электричество и вода. То есть дом полностью готов к заселению. По традиции первым в свою квартиру номер 57 жильцы запустили любимого кота Тошу, который был очевидцем событий осени прошлого года. Сегодня у нас необычное такое событие. То есть спустя 9 месяцев, почти 9 месяцев нам возвращают нашу квартиру полностью отремонтированную после печальных событий октября прошлого года. То есть мы очень, естественно, рады, поскольку реально не ожидали. Думали, что будет жилье непригодным, ну, квартира непригодная для жилья, подъезд. И мы очень рады, что получилось так, что нашлись люди, которые действительно помогли. Мы очень благодарны строительной бригаде, которая сделала такой капитальный, качественный ремонт. То есть спасибо всем, кто в этом участвовал. Спасибо большое. Напомним, что 26 октября 2017 года в пятиэтажном доме по улице Красноармейская, 84, в центре Донецка произошел взрыв. Пострадали пять человек, среди которых двое маленьких детей. Одна из пострадавших, 18-летняя Илона Густилина, позже скончалась в больнице. Дмитрий Зиньковский, Влад Лем, Наврося ТВ. К мировым новостям. Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала 112 заявил, что Украина перестает быть субъектом переговоров на международной арене, а сам украинский вопрос начинает раздражать Европу. Я только вернулся с Берлинского саммита, парламентской ассамблеи ОБСЕ, и знаете, украинский вопрос там уже всех раздражает. Никто не понимает, почему не выполняются Минские соглашения. Почему украинский парламент не хочет реализовывать то, что может сделать только он, принять законы. Это не может сделать ни Бундестаг, это не может сделать ни Конгресс Соединенных Штатов, это не может сделать ни Государственная Дума. Это можем сделать только мы, народные депутаты. Однако мы не можем этого сделать, потому что этот вопрос блокирует коалиция и президент. Комментируя заявление Шуфрича, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с отечественниками Константин Затулин, отметил, что украинский нардеп правильно уловил тенденцию. Депутат Рады уловил правильную тенденцию. Так тональность заявлений на завершившемся саммите НАТО об Украине в сравнении, например, с Грузией отличалась. Причина тому – постоянные проблемы, которые создает Украина, требуя усиления давления на Россию, льготы привилегий для себя, а также членства в ЕС и НАТО. Притом внутренне она никак не меняется. Все это расхолаживает Запад в отношении поддержки Украины и делает ее в некоторых вопросах формальной. Вечные притязания украинской стороны, ее жалобы и требования встречают все меньше сочувствия. Затулин добавил, что западные страны вряд ли перестанут поддерживать Украину в конфронтации с Россией. Однако, по его мнению, эта поддержка неравнозначна одобрению действий киевского режима во главе с Петром Порошенко, поскольку Запад разочаровался в украинской постмайданной власти. Скорее всего, дело идет к очередной смене лиц. Запад это вполне бы устроил, а поскольку позволило бы продолжить рассуждения на тему о новой метле, которая наладит борьбу с коррупцией, о новых надеждах на демократические реформы. Президент Украины Петр Порошенко на встрече со своим польским коллегой Анжием Дудой призвал его изменить внутренние законы и отказаться от уголовной ответственности за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание волынской резни. Президент Украины призвал польскую сторону внести изменения в закон об Институте национальной памяти в Польше в части, касающейся интересов Украины, говорится в сообщении пресс-службы лидера Незалежной. Впрочем, ответ Анжиа Дудой вряд ли понравился Порошенко. Польский президент четко дал понять, что Варшава никогда не признает идеологов украинского национализма Степана Бандеру и Романа Шухевича никем иным, кроме как преступниками и пособниками нацистской Германии. Такие люди, как Шухевич и Бандера, были преступниками, которые несут непосредственную ответственность за преступления, совершенные против польского народа. Мы не можем согласиться с тем, что эти люди не считаются преступниками, что их нельзя будет называть преступниками. Кроме того, Дуда раскритиковал украинские власти, которые не соглашаются провести эксгумацию тел жертв Волынской резни в местах массовых захоронений. По мнению польского лидера, Киев боится, что в результате эксгумации вскроется историческая правда о преступлениях украинских националистов в отношении мирных жителей. Украинские власти выступили с очередной абсурдной инициативой. Как заявил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, принято решение открыть на границе с Крымом так называемые «жалобные комнаты». В них, по задумке Киева, жители полуострова могут пожаловаться украинским правоохранителям на правительство России. Именно в таких офисах можно будет оперативно зафиксировать факты нарушения прав граждан и предоставить им профессиональные консультации. Гордеев уточнил, что такие комнаты появятся в пунктах пропуска Чонгар и Каланчак. Президент России Владимир Путин продлил до конца 2019 года действия продуктового эмбарго в отношении стран, которые ввели антироссийские санкции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Такое решение было принято после того, как Евросоюз одобрил продление на полгода санкций против нескольких секторов российской экономики. На фоне политики ограничений, которой продолжает придерживаться Брюссель, указ Владимира Путина поможет защитить российский рынок от демпинговой продукции. Напоминаем, что Москва ввела продуктовые контрсанкции еще в 2014 году. Это стало зеркальным ответом на ограничительные меры со стороны западных государств. Первоначальный запрет на ввоз касался продукции, произведенной в США, странах ЕС, Канаде, Австралии, Норвегии. Затем к ним присоединились Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Украина. В список попала продукция из мяса, молока и рыбы, а также морепродукты, овощи и фрукты. Президент FIFA Джани Инфантину назвал проходящий в России чемпионат мира по футболу лучшим в истории проведения турнира. Невероятный, изумительный чемпионат мира с самого начала турнира мы испытываем невероятные эмоции от нахождения здесь. А через два дня будет вершина всего этого – финал. Пару лет назад я говорил, что этот чемпионат мира станет лучшим в истории. Теперь я убежден в этом. Он действительно лучший. Благодарности заслуживают все те, кто работал вокруг поля. Отдельное спасибо России, русским людям, правительству, РФС, оргкомитету и, конечно же, президенту Владимиру Путину. Инфантину также отметил, что чемпионат мира изменил отношение мировой общественности к России. Чемпионат изменил Россию в глазах всего мира. Все те, кто приехал сюда, раскрыли для себя потрясающую, добрую страну с открытыми людьми, которые готовы поделиться богатейшей историей своей родины. Это было замечательным путешествием для миллионов болельщиков. Все увидели истинную Россию, истинный характер русских людей. 12 июля президент США Дональд Трамп прибыл в Лондон с официальным визитом. В Великобритании американский лидер проведет три дня, а затем отправится в Хельсинки, где 16 июля состоится его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Уже в начале своего визита Трамп сделал ряд важных заявлений о двусторонних отношениях. В частности, глава Белого дома указал, что британский премьер-министр Тереза Мэй не прислушалась к его совету и предпочла мягкий вариант Брексита, без полного отказа от торговых и экономических соглашений. Я бы сделал это совсем по-другому. На самом деле я говорил Терезе Мэй, как это сделать, но она не согласилась. Она не послушала меня. Я бы сказал, что она, вероятно, пошла противоположным путем. Подверг критики Дональд Трамп и курс, избранный британским кабинетом министров. Это не та сделка, о которой шла речь в ходе референдума. Я знаю, что у них было много отставок, так что многим это не нравится. По словам Трампа, такой вариант Брексита сделает невозможным заключение соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном, которое президент США предлагал ранее. При этом американский лидер открыто заявил, что опубликованный 12 июля план британского правительства по отношению с ЕС негативным образом отразится на торговле Соединенными Штатами. Кстати, встретили Трампа в Лондоне не очень тепло. Тысячи британцев вышли на акции протеста. Люди считают президента США склонным к расизму и сексизму. Ранее почти 2 миллиона человек подписали петицию, в которой потребовали запретить приезд Трампа. Но эти действия остались незамеченными. Иран должен получить экономическую выгоду от всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Иначе смысла в соглашении нет. Об этом в ходе выступления на площадке дискуссионного клуба «Валдай» заявил советник верховного лидера Ирана по международным делам Олег Барвилаяти. Мы не нарушаем своих обязательств по этому соглашению и продолжаем свою приверженность. Но здесь момент заключается в том, что Иран заключил это соглашение, поскольку взамен ограничения своей ядерной деятельности мог бы получить экономическую выгоду. И американцы постоянно нарушали и нарушают свои обязательства. Он отметил, что точно так же США нарушают договор с Россией о сокращении ракет средней и малой дальности. Иран должен получить от своего членства в СВПД экономическую выгоду. Нет смысла оставаться и не получать экономических выгод. Мы постоянно осуществляем координацию с Россией и Китаем. И мы продолжим свои консультации с этими важными странами. Советник верховного лидера Ирана добавил, что больше не видит смысла в переговорах США. У нас нет оснований для проведения переговоров. С человеком, которому нельзя доверять, как можно проводить переговоры. Стоит отметить, что днем ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Брюсселе с уверенностью заявил, что Иран стал относиться к США с гораздо большим уважением, чем в прошлом, и что однажды Тегеран предложит заключить сделку. А госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, призвал союзников и партнеров присоединиться к экономическому давлению на Иран. Международная коалиция во главе США продолжает терроризировать мирное население Сирии. Как сообщает агентство САНа, авиация проамериканских сил разбомбила несколько деревень в провинции Дейр-Зор. Авиаудары были нанесены пожилым кварталам населенных пунктов Багос, Фаукани и Эссуса, которые расположены в окрестностях приграничного с Ираком города Абу-Кемаль. В результате действий коалиции погибли по меньшей мере 30 человек. По данным местных властей, число жертв налета может возрасти, так как многие пострадавшие находятся в крайне тяжелом состоянии. К слову, большинство раненых – это женщины и дети. Генеральный секретарь правительства Японии Йосихидо Суга сообщил, что число жертв наводнения в юго-западных и центральных районах страны уже превысило 200 человек. Он также добавил, что официально числятся пропавшими без вести 28 граждан. При этом не удается подтвердить местонахождение еще 54. В связи со стихийным бедствием японские власти решили выделить субсидии 58 пострадавшим населенным пунктам в 10 префектурах. Речь идет о сумме около 350 миллионов долларов. Сейчас на месте бедствия работают 73 тысячи сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны, а также 5,5 тысяч волонтеров. Напоминаем, что ливневые дожди обрушились на Японию в конце прошлой недели. В нескольких префектурах выпало 2-3 месячные нормы осадков, что привело к паводкам и оползням. А мы переходим к новостям республики. В пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР сообщили, что за минувшую неделю на территории республики были зарегистрированы 5 случаев заболевания корью. Зафиксированные 5 новых случаев заболевания корью – это вспышка, но не эпидемия. Все заболевшие непривитые или с неизвестным прививочным статусом, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В Минздраве также заверили, что эпидемия кори жителям ДНР не угрожает, уточнив, что в очагах заражения организованы и проводятся усиленные противоэпидемические мероприятия. Кроме того, вакцина от этого заболевания имеется во всех больницах ДНР. Выпускники ДНТО 13 июля получили свои дипломы. Торжественная церемония вручения дипломов магистров государственного управления прошла для 65 человек, которые подтвердили свое право занимать должность в республиканских министерствах и ведомствах. Донецкий национальный технический университет подготовил очередную партию высококвалифицированных специалистов по направлению государственное и муниципальное управление. 13 июля свои дипломы в ходе торжественной церемонии пришли получить магистры, которые в течение двух лет осваивали тонкости непростой профессии. Многие из них уже были задействованы в работе ряда министерств и ведомств, государственных предприятий и организаций. Однако приняли решение не останавливаться на достигнутом и получить новые знания и навыки. Два года шли к этой церемонии, столько нового познали. У многих это уже второе, третье образование, но все равно что-то новое, что-то подчеркнули необходимое. Я надеюсь, что мы сможем это все реализовать, теперь полученные знания для строительства нашего государства. Это у меня уже четвертое образование, поэтому было проще немножко получать, но было очень интересно, очень понравилось. Все преподаватели просто высококвалифицированы, дали максимум знаний, то, что можно было за эти два года. Новоиспеченные магистры не скрывали, что обучение было далеко не простым, однако проделанная работа помогла найти новые методы по решению тех задач, с которыми приходится сталкиваться во время трудовой деятельности. Мы очень много, очень на многие вещи посмотрели по-другому. И, естественно, работа над магистрской диссертацией, она была проделана очень тяжелая, но, тем не менее, ее мы будем применять в дальнейшем в своей деятельности, в работе. Успехи выпускников отметило и руководство ВУЗа, поскольку из 65 человек 9 окончили обучение с отличием. 4 человека получили рекомендацию для поступления в аспирантуру. Я уверен, что каждый творческий проект нашего магистранта был актуален, был посвящен актуальной проблематике именно нашей Донецкой Народной Республики. Все они прошли очень серьезную школу здесь за два года работы нашей магистратуры с выпускниками. Понятное дело, что здесь обучаются уже люди, имеющие высшее образование, но им здесь нужно получить специальное образование в области государственного управления. И это образование дали мы. Сегодня торжественный день. Сегодня 65 наших выпускников получают дипломы. В ходе церемонии, наряду с дипломами, некоторым выпускникам также были вручены грамоты Министерства образования и науки ДНР за активную научно-исследовательскую работу, а также занятые призовые места в республиканских конкурсах и студенческих проектах. Анна Триксель, Ильяна Чистякова, Новороссия ТВ 12 июля поступил в продажу очередной 200-й выпуск газеты Новороссия. В этом номере вы прочитаете о возможности независимости республик, о подвиге русских солдат в битве за Кавказ 1805 года, а также статью, посвященную 75-летию битвы на Курской дуге. Актуальные новости из статьи, афиша праздничных мероприятий, объявления, прогноз погоды, телепрограмма на неделю – все это вы найдете в самой популярной газете Новороссии. А на этом у меня все. Это были все важные события на сегодня. Более подробную информацию вы можете найти на наших интернет-ресурсах, официальном сайте и ютуб-канале Новороссия ТВ. Также рекомендуем подписаться на информационный канал ДНР Лифтелеграм, благодаря которому вы будете получать ежедневную и оперативную информацию. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии для вас работала Анастасия Ковалева. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok В Славянске пасмурно, днем ожидается дождь. Ночью плюс 22, днем плюс 30. В Краматорске облачной синоптике также прогнозируют дождь. Плюс 30 днем, ночью плюс 21. В Енакиево малооблачно. На протяжении всего дня гроза. Ночью плюс 22, днем плюс 31. В Горловке небо будет пасмурным. Вечером также ожидается дождь с грозой. Плюс 30 днем, ночью плюс 21. В этот день в Макеевке облачно. Во второй половине дня дождь. Температура ночью плюс 22, днем плюс 31. В столице Донецкой Народной Республики только утро будет ясным. Вечером синоптики прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 31 градуса тепла. Ночью столбик термометра опустится до плюс 21.